Алла Ромашова Преступление без наказания Анотация Серия убийств прокатилась по удмуртскому городу Воткинск. Накануне визита в городок Александра Второго, во время его поездки по Российской империи, гувернантка будущего композитора Петра Чайковского Фанни Дюрбах включается в расследование, которое ведет тайный советник Лагунов. Кто настоящий преступник? На этот же вопрос ищет ответ журналистка Елена, приехавшая в городок в 21 веке. Елена со своими новыми друзьями, звонарем и художниками пытается найти пропавшую историческую икону, Знакомясь с православной, языческой историей Удмуртии. И оказывается причастной к еще одному убийству. Кто стоит за всеми этими преступлениями? И как они связаны с судьбой девушки и событиями 19 века? Писательница Анастасия Туманова о книге Роман не позволит читателю заскучать ни на миг. Все герои интересны, многогранны, каждый со своим характером и линией поведения. Они вызывают у читателя самые разные эмоции. От иронии до глубокого сочувствия и сопереживания. Я благодарна тем обстоятельствам жизни, что позволили мне познакомиться с удивительными людьми, населяющими аутентичный, полный дивной истории и красивейший удмуртский край. А также с иконописцами и реставраторами, людьми, имеющими за плечами непростой жизненный опыт и нашедшими свое предназначение. Благодарна своему замечательному редактору Анастасии Доробининой с вниманием и душевной теплотой, следящей за всеми кульбитами повествования. Пролог Старика звали Эштерек в честь легендарного удмуртского богатыря. Это имя дали ему, когда племя выбирало главного жреца — Тора. Тогда он еще был рослым крепышом с богатой огненного цвета бородой, из-за которой и получил звание главного жреца. Старик обвел глазами заливной в солнечных всполохах луг, по которому стелился утренний туман. Задержался взглядом на покосившихся срубах домов с провалами окон, мельком осмотрел частокол загона для скота. И долго, не моргая морщинистыми веками с белесыми ресницами, разглядывал могилы холмы с деревянными столбиками, украшенными лентами и разноцветными кусками ткани. Земля быгов грустила, провожая свой народ. Капельки росы плакали на резных листьях березы. Влажная трава клонилась к земле, устрашающие головы деревянных идолов торчали над белой пеленой плотного тумана и смотрели, смотрели вдаль, туда, где по проселочной дороге двигалась вереница подвод, запряженных низкорослыми вятскими конями. Подводы растянулись вдоль вспаханного, но уже ненужного поля. Быстрый, мелководный в этих местах реки водки, перелеска с громадной священной елью. Старик провел ладонью по глазам и, опираясь на посох одной рукой, а в другой, держа трепыхающийся желтый комок, двинулся, слегка прихрамывая, в сторону старого кладбища на окраине оставленной деревни. Замер рядом с крайним холмом, на котором возвышался столб с Тамгу. Тамгу – родовой фамильный знак, печать, который ставился на родовое имущество, в том числе и скот. Как правило, потомок определенного рода заимствовал Тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный элемент, либо видоизменял ее. В качестве прототипа для Тамги, по имеющимся этнографическим данным, выступали простейшие геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник, угол и другие. Сакральные пиктограммы, птицы и животные, бытовые предметы, орудия труда, оружие и конская сбруя, иногда буквы разных алфавитов. Рода-дурга, изображающим коня. Поклонился. Откинул посох, засунул руку в складки длинной тканой рубахи, достал небольшой нож с вырезанной на кости какого-то древнего животного рукояткой, чиркнул по желтому комку. Брызнула струйка крови. Жрец дождался, когда кровь перестанет течь. Положил тельце утенка. Утка – традиционное жертвенное приношение удмуртов, соединяет мир живых и мертвых. На могилу и стал что-то шептать себе под нос, изредка вскидывая руки. Затем, словно его подрубили полниц на землю, затих. Прошло довольно много времени. Караван таял вдалеке, уходя за горизонт. Нетерпеливое ржание прервало то ли сон, то ли кратковременную смерть шамана. Он зашевелился, дотянулся до посоха и, помогая себе, медленно встал с земли. Эштерек громко попрощался с предками. Простите и прощайте, мертвые души. Не держите зла, не по своей воле покидаем мы вас, но по велению богов. Ждите нас в стране мертвых и помогайте с того света живым. Прощайте, отец и мать. Мой род. Закончил, опустил руки, как уронил. Повернулся и побрел в сторону телеги, ожидавший его. Голова рода дурга, из которого происходил и самый штерек, невысокий и плотный скуластый удмурт шуда, освободил для жреца удобное место на телеге, дождался, пока старик взгромоздит свое сухое тело на подстеленную ему солому, гикнул, легко ударил кнутом по крупу лошади и под воду тронулась, догоняя остальные. Ничего-ничего, — приговаривал шуда. Там тоже мягкий мох, быги-быги, даже больше, чем здесь. И пастбища нетронутые, и река рыбная. Место под дома нам выделили. Тора не обидел. А постройки мы почти все перевезли, оставили самые уж старые, ненужные. Все будет хорошо. Не грусти, старик. Эштерек, повернув голову, смотрел в сторону кладбища. Молчал. Он понимал, что уходить надо. Движение времени не остановить. На знаке показали, что этой земле уготована другая участь. Несколько лет у дмурты слышали странные звуки, похожие на скрежет металла. Вначале у воды, потом на кладбище. А в последнее время в Куале, в священном месте. Так богини земли скрежещат зубами от боли. Самоштерек провел моление про матери Великой Воде в родовом святилище. Великий Энмар, великая небесная вода, вуршут, скажи, сообщи. Туно. Если Торо был главным жрецом, который сам в обрядах участия принимал редко, больше следил за порядком, то Туно – гадатель-предсказатель-колдун, умеющий определенным образом воздействовать на природу человека и животных, а также люди, знавшие язык зверей, пчел, огня, крови. Знание Туно, как правило, передавалось по наследству, от отца к сыну. Довел себя до экстаза, увидел ее, большую воду, затопившую деревню, луга и пастбище вокруг. Над огромной водой возвышался металлический крюк, назначение которого было жрецу непонятно. Не иначе вылез из преисподней. Нельзя было оставаться на этой земле. Проклятая она! А утром один за другим пчелиные рои снялись и с низким гулом, задевая по дороге кустарники, углы домов, приседая ненадолго на ветве деревьев, встреченные по дороге, перебрались в соседнюю деревню, где жил брат нынешнего Торо с семейством.